Здравствуйте! Сегодня о хвойном меню. Что мы будем готовить на учебном курсе хвойное решение? Конечно, это хвойный коктейль Йолы Павла, наша визитная карточка. Повторю, делается все просто. Вот этот коктейль мы делаем уже почти 10 лет. Впервые я сделал его в октябре 2010 года. Сейчас он у родницы в меньшей степени у нас продается. В основном его закупают чайные. Вот чайная высота, например, московская сеть, она наш самый старый клиент, постоянный. Она добавляет этот хвойный коктейль в пуэр, в мороженое, в концентрат. Потом там есть так называемые тришота. То есть берется хвойный напиток, 50 грамм, 50 грамм имбирного напитка, а потом 50 грамм пуэра. Но я не помню, какая последовательность, но совершенно разные вкусовые эффекты наступают. Хорошая задумка, вообще креативные ребята. А, например, один пятизвездный на отеле закупает, но там, насколько я знаю, они больше стекла добавляют в алкоголь. Ну, в принципе, можно. Но полезнее его так пить. Он хоть и хранится в месяц в холодильнике, но, естественно, чем быстрее его выпить, тем больше пользы получите. Потому что все равно количество витамина во время хранения не мешается. Потом, что мы будем... Еще тоже классная вещь. Это хвойный чай. Это такой порошок. Сегодня я сделал один килограмм. Мне заказали два. Это очень много. И цена у него самолетная. Если на продажу самостоятельно, он потратит только время. Хотя она тоже сейчас стоит денег. На основе вот этого порошка можно делать чай, можно делать мармелад. Чай очень вкусный. Причем, как классический рецепт, просто настаивать его с лимоном и потом добавлять мед. Так и рецепт масала я также разработал. Получается очень необычно и вкусно. Его же, этот порошок, как и в блокадном Ленинграде, я добавляю хлеб зимой. Это он зимний вариант Аскета. Здесь один процент, может быть два, я ничего не взвешиваю. Вот этой хвои. Ну и плюс кориандр тмин из семена укропа. Он такой пряный и хороший. Хлебушек зимний. Ну и еще, для тех, кто любит повкуснее. Ну, например, вкус вот этого хвойного напитка, вот такой. Кисло-сладко-горьковатый. Ну, горько немножко. И он, безусловно, нравится тем, кто уже знает вкус ели. Ну, например, в детстве ели молодые побеги. Но некоторым, честно признаюсь, жестковатый кажется вкус. Но я его делаю именно таким, чтобы чувствовать вкус хвои. А вот этот напиток, который реально вчера сделал соседу 10 литров. Взял его на дачу. Это мохито. Но вроде визуально то же самое, но в составе немного другой. Это мохито. Очень вкусный напиток, который всем понятен. Даже когда человек будет пить, он сразу не скажет, что это хвойный напиток. Но это еще не все варианты. Вариантов больше, потому что у нас кулинарной теме именно посвящено два занятия. И сейчас я уже не просто рассказываю и подробно показываю шаги в фотографиях, как это делается. Я это и показываю реально. Написываю видеоролики такие показательные, чтобы люди видели сам процесс приготовления. И еще мы теперь рассылаем чек-листы, чтобы человек мог не смотреть видео, а просто взять и почитать, если кто-то забыл, для того, чтобы быстро приготовить. И я думаю, что после этого учебного курса реально ваше зимнее разнообразится. И вы эти же рецепты посоветуете друзьям, своим родственникам, для того, чтобы они в этот осенне-зимний период, такой жесткий, когда начнутся пандемии во всем мире, они укрепили иммунитет, защищали организм от крестивой среды. И поэтому приходите, скоро стартуем.